Добрый вечер! В эфире «Весь Карачаево-Черкесия» в студии Руслан Жукаев. Итоги дня в сегодняшнем выпуске «Вестей». И вот о чем расскажем. Две «Газели» и «Форд» отправятся бойцам 34-й отдельной мотострелковой бригады. Автомобили предоставил отделение социального фонда по КЧР. Граната обезврежена. Росгвардейцы и сотрудники МВД уничтожили опасный предмет в Урупском районе. Непростой путь. Путь преодолели всадники в Карачаево-Черкесии. Продолжается конный переход, посвященный Дню возрождения карачаевского народа. Первенство СКФО по боксу в Донбайе. Более 130 участников демонстрируют свою подготовку в этом виде спорта. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в ходе рабочей встречи с министром труда и социального развития Динарой Камурзаевой обсудил ход реализации мероприятий в рамках проведения года семьи, объявленным президентом России Владимиром Путиным. Рашид Тимрезов подчеркнул, что в стране в последние годы сделано многое в целях поддержки семьи с детьми и поддержки традиционных семейных ценностей. И в год семьи данная работа усилена еще больше. Отделение социального фонда по Карачаево-Черкесии передало автомобили в зону проведения СВО. Две «Газели» и «Форд» отправятся бойцам 34-й отдельной мотострелковой бригады. Мадина Каракетова. Далее. Эти три автомобиля, два «Соболя» и «Форд» отправятся в зону проведения СВО. Управляющий отделением социального фонда России по Карачаево-Черкесии Аслан Озов в торжественной обстановке передал необходимые документы и ключи от автомобилей руководителю исполкома Народного фронта Карачаева-Черкесии Людмиле Капушевой. Передачу управляющий отделением социального фонда Карачаево-Черкесии сопроводил словами поддержки российских военнослужащих и выразил надежду, что автомобили принесут пользу бойцам в зоне СВО. Эти автомобили до 2023 года эксплуатировались в пенсионном фонде Фонда социального страхования Российской Федерации. Автомобили эти прошли техническое обслуживание и сегодня они полностью готовы к выполнению любых задач. Это не первая акция. В прошлом году отделением фонда социального по Карачаево-Черкесии также было передано в новые субъекты Российской Федерации пять автомобилей. Руководитель исполкома Народного фронта Карачаева-Черкесии Людмила Капушева сообщила, что принятые ими сегодня автомобили будут направлены бойцам 34-й отдельной мотострелковой бригады и в ближайшее время отправятся на передовую в военном соединении, где сражаются наши земляки. Это не первые машины, которые передают различные федеральные структуры из своего автопарка именно нашим ребятам на передовую. Вы видите здесь соболя, я думаю, что в ближайшее время их чуть-чуть доработают и они очень активно помогут нашим военным медикам, которые на этих машинах прекрасных смогут оперативно доставлять раненых непосредственно в госпиталя. Я думаю, что это та техника, которая будет действительно сохранять жизни нашим ребятам. Коллектив отделения социального фонда регулярно оказывает финансовую поддержку СВО в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Всё для победы». Активно участвуют и в других акциях, направленных на оказание помощи СВО жителям новых субъектов России, регулярно собирая гуманитарные грузы в виде продуктов питания, медикаментов, питьевой воды и необходимой одежды. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Группа разминирования управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике по взаимодействии с сотрудниками муниципального отделения отдела МВД России Зеленчукский обследовали и уничтожили ручную гранату. Житель села Предгорное обнаружил подозрительный предмет в западной части населённого пункта и незамедлительно сообщил об этом правоохранительные органы. Прибывшие на место специалисты Росгвардии обследовали находку, идентифицировав как ручную гранату F1. С соблюдением всех мер безопасности Росгвардейцы уничтожили опасный предмет накватным путём, точнее накватным зарядом. Преодолели непростой по сложности и расстоянию участок. Всё обошлось без травм и повреждений. Сегодня второй день конного перехода, посвящённого Дню Возрождения Карачаевского народа. Каким он был и куда держали путь сегодня участники масштабного мероприятия, расскажет Алла Качеева. За плечами сложный маршрут без потерь и без ЧП. Участников конного перехода, посвящённого Дню Возрождения Карачаевского народа, а они разной национальности, возраста и рода занятий, объединяет одно – любовь к лошади карачаевской породы. И сегодня и всадники, и их четвероногие друзья в очередной раз доказывают на деле, что им любые преграды по плечу. Они способны с лёгкостью преодолевать крутые подъёмы и передвигаться по узким тропам и абсолютному бездорожью. Мы как выехали с Коянбалки, с Конного завода, есть там Ишкакон водохранилище. Хотели украсить наш маршрут и пошли над тропой, где только козы ходят, поверху вот этого каньона. И там только тропа вмещается, и он очень затяжной. Я удивился, что там ещё надо было попрыгать лошадям, чтобы вот как по ступенькам перепрыгнуть, пройти. Я удивился, я думал, что не все лошади могут пройти. Все лошади, все хатники. Самый большой отрезок Конного перехода пройден успешно. Карачаевская порода лошадей не боится больших расстояний. Организм скакунов прекрасно приспособлен к туманам, горному разряженному воздуху и перепадам давления. Преодолев горную местность в 90 километров, участники Конного перехода без травм и повреждений добрались сюда, на перевал Гумбаши, который находится на высоте более 2000 метров. Именно это место станет отправной точкой второго дня. Остановились участники Конного перехода на турбазе Хайлэнс, которую любезно предоставил Роберт Карабашев. Погода сегодняшним ранним утром ясная. И с вершины высокогорного перевала Гумбаши открываются потрясающие виды на Платобичи Сын, Кавказский хребет и величавую гору Эльбрус. Они становятся свидетелями строгого осмотра. Эксперты проверяют способность жеребцов выживать в суровых климатических условиях, то есть выносливость. А уже на выставке будут оцениваться внешние данные. Таким образом и будут выявлять лучших. Оценил ходовые качества лошади карачаевской породы по кличке Аспект и Алексей Овчаренко из Ставропольского края. Он впервые участвует в столь масштабном и значимом мероприятии. Очень приятно оказаться в такой компании среди настоящих мужчин, увидеть настоящих жеребцов и поучаствовать в этом мероприятии. Много в жизни пробовать лошадей, но все-таки на верховую езду, на прогулке нет лучше лошади. Сильнее, выносливее и крепче. И вот все участники конного перехода, а их более ста, получают последние наставления и отправляются преодолевать следующий отрезок пути. Впереди их ждут прекрасные виды на Царские ворота, Чучхурские водопады, легендарное озеро Хурлакюль. Остановятся участники конного перехода в известной местности Большого Карачая Худес. На третий день будут финишировать в Учкулане, где их встретят с почестями. Алла Качива, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Перевал, Гумбаши. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о многодетных семьях, которые вышли в финал конкурса. Мюзикли для белгородцев и первенстве СКФО по боксу. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. А в горах будут порывы до 11-14. Температура ночью 9-14, в горах до плюс 9, днем 28-33 градусов тепла и местами до плюс 23. В Черкесии без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 11-13, днем 31-33 градусов тепла. Четыре семьи из Карачаева-Черкесии вышли в окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное». Наш регион представляют семья Барануковых из Черкеска, из Узджигуты Евдокимова-Пономаренко и Барлаковы. И еще семья Василенко-Кудовцова из поселка Кавказского. Командам предстоит пройти серию интеллектуальных, спортивных и творческих заданий. Отдельный блок посвящен знанию родных языков. Оценочные этапы пройдут 19 апреля. В Республиканской госфилармонии прошло музыкально-театрализованное представление. В числе зрителей мюзикла «Волшебная лампа Аладина» были и вынужденные переселенцы из Белгородской области. Своими впечатлениями от пребывания в Карачаево-Черкесии и ее культурного многообразия они поделились с нашим корреспондентом Артуром Хце. Около двух недель ушло у жителей Белгородской области на адаптацию в Карачаево-Черкесии. После чего представители регионального Минтруда организовали временно обосновавшимся в Тиберде и Дамбае людям, так сказать, культурный выезд в Черкесск. Краеведческий музей, картинная галерея, фотовыставка на Первомайской и, конечно же, музыкальное представление в Госфилармонии. О такой программе могли бы позавидовать иные коренные жители республики. Меня зовут Ирина, это моя дочь Елена. Мы приехали из Белгорода. Находимся уже в вашем прекрасном краю две недели. Приняли нас добродушно, разместили в тепло, уютно. Сейчас у вас будет культурная программа, как я понимаю, мюзикл? Да, спектакль. Мы тоже за это очень признательны, потому что наши дети получат очень хорошее от этого всего впечатление. «Аладдин» — это даже для меня какое-то совпадение по жизни. Он для меня вот прям мой герой. Я очень рад, что мне выпала такая возможность. Я надеюсь на следующие роли такие же хорошие, похожие мне по жизни. Всем приятного просмотра. Мюзикл по известной сказке об «Аладдине» и «Волшебной лампе» поставил коллектив республиканской филармонии. Не без основания рассчитывая на интерес как у детской аудитории, так и со стороны взрослых. Ведь произведение учит не сдаваться ни при каких обстоятельствах, искать выход из любой ситуации. Мы все одна Россия. Для этого у нас чужих нет. И мы с удовольствием сегодня их пригласили для того, чтобы дети и взрослые посмотрели мюзикл, который наша государственная филармония поставила. Я думаю и уверен в том, что они получат огромное удовольствие. Происходившее на сцене с первых мгновений захватило внимание зрителей своей красочностью, интересными диалогами и реалистичностью персонажей. Ощущение соучастия не отпускало до последнего момента. Разумеется, в сказке доброта и смелость взяли верх над алчностью и самовлюблённостью. А гостеприимство положительных героев чем-то перекликается с тем, как встретили белгородцев в Карачао-Черкесии. Семья Стрельцовы, город Белгород. Приехали две недели назад. У нас из Белгорода по программе наш губернатор вывез по всей ситуации в нашем регионе. Встретили нас здесь замечательно, хорошо. В общем-то, кахказское гостеприимство настоящее здесь почувствовали. Делятся своим теплом, добром. Артур Махцелий Бастанов, Виктория Карпенко, Вести, Карачао-Черкесия. Гимнастка из Карачао-Черкесии Екатерина Усачёва завоевала золото на всероссийских соревнованиях. На днях в Элисе завершились всероссийские соревнования по художественной гимнастике на призы олимпийской чемпионки заслуженного мастера спорта России Алины Макаренко. Турнир собрал более 200 сильнейших гимнасток из 24 субъектов России. В эти дни в Донбайе проходит первенство СКФО по боксу. Завершится турнир соревнованиями Кубком Донбая на призы мэра Карачаевского городского округа. В состязании участвуют лучшие боксеры-победители различных турниров. Из спортивного курортного поселка Алихан Лепшоков. Хорошо отточенные удары, неизгибаемая воля к победе. Более 130 спортсменов принимают участие в первенстве СКФО по боксу. Эти состязания дадут возможность самым лучшим принять участие в первенстве России. Подобные соревнования позволяют юным боксерам получить необходимый опыт. И нам приятно видеть, что команды из разных регионов серьезно готовятся к ним, отмечают главные судьи турнира. Эти соревнования в преддверии первенства России по боксу в Чехове являются отборными. То есть на этих соревнованиях формируется сборная СКФО для участия в первенстве России. Донбайский турнир уже стал хорошей площадкой для поднятия бойцовского духа для наших боксеров. И приятно видеть, что с каждым годом масштаб участников увеличивается, отмечают тренеры спортсменов. В высокогорьях драться – это одно удовольствие. Как раз кислотное голодание у детей. Сложно боксировать. Как раз можно посмотреть, над чем можно в дальнейшем поработать в зале. Чего хватает, чего не хватает. Ну, в первую очередь не хватает, наверное, в связи специальной физической подготовки. Так как в высокогорьях сложнее драться. Ехали сюда уже вторично на этот турнир. Очень хорошее, теплое гостеприимство. Очень интересные бои, конечно. Будем завоевывать путевку на первенство страны. Все команды укомплектованные приехали. Во всех весах ребята такие показывают очень хорошие бои. Стойкость, выдержка и, конечно же, поддержка тренера позволяют нам идти до конца. В каждой схватке, отмечают участники первенства. Мы тренировались на выносливость, на скорость удара и на защиту. Больше всего мы обращали на физику в плане техники, выносливости. Но больше всего мы тренировали кардио именно, чтобы была выносливость хорошая. Приехал, чтобы побеждать. Нет намерения проигрывать, конечно. Но, не шалах, надеюсь, выиграю СКФО и поеду на Россию. По завершению турнира победители получат возможность принять участие в первенстве России, который пройдет в городе Чехов. Альхан Лепшоков, Меха Каракелян. Вести Карачаева, Черкесия. Домбай. Сегодня началась весенняя неделя добра. Она объединяет тысячи добровольцев по всей стране. Эту акцию по праву можно считать визитной карточкой российского волонтерского движения. И она призывает вместе делать мир добрее. И это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Алла такси». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин